Дед Петруха, как называются существа, которые могут жить и на воде, и на суше? Матросы! Во время оперы на сцену выбежала мышка. Углохли 2000 любителей оперы. Дед Петруха, почему ты не взял меня на оперу? А чё я говорю, он же углох. Ты сильный, ты справишься. Я умный, я даже не возьмусь. Мужик должен быть уверенным в себе и в то же время ненавязчив. Понравилось, Павел, ставь лайк. Один лайк примерно в полгода. Ненавязчивость. Не слушайте его, ставьте лайки на ютубе. Он сам стесняется просить. В отделе компьютерной техники протовцу подходит к лондинке и начинает выбирать фотоаппарат. Задает миллион вопросов и в конце концов выдает. А почему у фотоаппарата объектив круглый, а фотографии получаются квадратные? Дед Петруха, говорят, что комнатные растения лучше растут, если с ними разговаривать. Может быть, может быть. Я вчера, например, представлял катку с фикусом и уронил его себе на ногу. Так ты не поверишь, потом 10 минут способствовал его росту. Сегодня вычитал, что археологи нашли при раскопке уродия труда 10 века до нашей эры. Прикиньте, еще в 10 веке люди закапывали уродия труда, чтобы не работать. Ага, а тебе понравилось бы, если бы я камеру закопал? Идеальный мужчина, внимательный, нежный, добрый, усыпчивый. Не пьет, не курит, не матерится матом. Не существует. Это что же получается, что я не существую? А девушка может отхватить лишь чай, если поцелует парня? Может, если рядом находится девушка этого парня. Пришелец и Дед Петруха курят наркотик. Пришелец говорит, странное у вас, однако, имя. Дед. А что, не странно? А кто это делает? Одному юристу на улице навязался уличный торговец. Уличный торговец говорит, мы вам дарим такой прекрасный светодиодный фонарик. Юрист взял фонарик, положил сумку и пошел дальше. А торговец начал бежать за ним. А вы не поняли, подарок состоит в том, что мы продаем уже три раза дешевле. Юрист говорит, то выродание реальная сделка. Ух ты, а я-то и не знал. А я сухарики к пиву купил со вкусом сахара. Придурок, это рафинар. Если прохмелья не лечить, он проходит за один день. Если лечить, примерно дней за десять. Конечно, тебе бы не знать. Терпимое здоровье, это такое здоровье, которое терпит тебя, несмотря на твой нездоровый образ жизни. А здоровый образ жизни он терпит? А какая погода на первое число? Дождь. А на второе? Макароны по-флочке. Сейчас пучок зеленого лука стоит столько, что с ним не студно приходить девушке на восьмое марта. Не знаю, ребята говорили, что он горкий. Подписываемся, кликаем на колокольчик.